Учиться никогда не поздно. И это касается всех нас. Ведь технологии меняются каждый день. Это еще в 90-х на собственном опыте понял Евгений Пинской. Проработал 27 лет в уголовном розыске. Раньше всю оперативную информацию записывали ручками. Позже появились печатные машинки и уже ближе к 2000-м их сменили компьютеры. Как рассказывает подполковник милиции в запасе, его вместе с другими сотрудниками быстро обучили на тот момент новым технологиям. Поэтому, когда позже появились первые соцсети и умные телефоны, привыкать было легче. Да и к тому же подсказывали родные. Сейчас Евгений Анатольевич уверенный пользователь современных устройств. Платил я тоже коммуналку, мы говорили. Появилось, ну что я буду ходить стоять в очереди, я сразу дома подошло. В 20-е, в 20-е число я деньги скинул, внуки подросли. Вот он 6 лет, у него уже смартфон. Он печатать не умеет, мы голосовым письмом там общаемся. Мужчина пользуется и интернет-магазинами. Там любитель рыболов заказывает все необходимое для себя и друзей. В чемпионате по компьютерному многоборью участвуют в пятый раз. Евгений Пинской говорит, главное для него не победа, а проверка знаний. А вот Рафига Мамедова, одна из самых старших конкурсантов, начала знакомство с цифровыми технологиями намного позже. Признается, к изучению подтолкнула желание общаться, даже несмотря на то, что живет в большой семье. Обучившись компьютерной грамотности в университете третьего возраста, открыла для себя мир соцсетей и нашла тех, кто разделяет ее любовь к музыке. Рафига Гадировна руководит хоровым кружком. Ко мне обратилась одна с Латвии женщина. Она говорит, я тоже руковожу хором. И говорит, у нас тоже есть русский ансамбль. Ну, говорит, может быть, мы поделимся друг с другом опытом. Ну, вот таким образом мы, значит, с ней познакомились. А потом мы часто и по скайпу общаемся с ней. И если всем необходимым для себя в компьютере Рафига Мамедова пользоваться умеет, то вот смартфон еще предстоит освоить. Это, кстати, один из этапов состязаний. Участники чемпионата соревнуются в нескольких дисциплинах. Финансовая грамотность в цифровой среде, работа на современном мобильном устройстве и работа в браузере. Зайти на сайт филармонии, посмотреть ближайшие концерты, подобрать для себя репертуар. Умение работать с Excel. То есть создавать простейшую в программе Excel таблицу с доходами своими и расходами. И это только малая часть всех заданий. Победители областного этапа примут участие в 13-м Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью. Он пройдет в конце июня в дистанционном формате. Ну, а людей старшего поколения, которые хотят повысить цифровую грамотность, ждут в университете третьего возраста. Очень важно, чтобы старшее поколение имело возможность и знания получили для того, чтобы работать на порталах государственных услуг, муниципальных услуг. То есть получать услуги в электронном виде. Чтобы стать его слушателем, достаточно обратиться в местное отделение Союза пенсионеров России или в комплексный центр соцобслуживания по месту жительства. Кирилл Мусаев, Денис Копач. Такой день на Мире Белогория.